МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хочется оригинальных идей, как провести выпускной? Послушайте, как празднуют это событие в разных странах. Может, подрежете симпатичную идейку? В Голландии выпускной называется экзам-пати, и днем выпускники устраивают всем сюрприз. Например, могут переодеться в зомби и задекорировать школу под фильм ужасов. Или забраться с инструментами на крышу и весь день играть там музыку. Выпускной бал – один из самых грандиозных праздников в Болгарии, где он оптимистично называется абитуриенским. Выпускники здесь выглядят совсем как взрослые. Болгарскую школу заканчивают 18-19 лет. Выпускное платье бывает в жизни болгарской девушки один раз. Поэтому оно должно быть максимально шикарным и дорогим. Обязательная программа – катание по городу, кортежи из дорогих автомобилей. На крышах обычно сидят выпускники и считают до 12. Сколько лет они провели в школе? Кортежам нет помех на пути. Им уступают дорогу и одобрительно сигналят. Норвежский выпускной совпадает с главным праздником страны – Днем независимости, который отмечают 17 мая. В этот день на улицах появляются молодежи в ярких комбинезонах и веселиться по полной. Парни и девчонки обливаются водой, перетягивают канаты, бегают на четвереньках. Окружающие реагируют на это безумство благосклонно. Если на тебе русый дракт, значит, ты выпускник, и тебе в этот день все можно. Ну и самый известный импортный выпускной – это знакомый нам по фильмам «Американский промп» от слова променад. Эта вечеринка проходит в школе или колледже, но ни учителей, ни тем более родителей на ней нет. Никаких торжественных речей. Просто танцы и выбор короля и королевы бала. Являться на это событие следует парами. При этом молодой человек заезжает за девушкой домой, дарит ей украшения на запястье в виде цветка, а она ему бутоньерку в петличку. Дресс-код, конечно же, блэк-тай. Но платья предпочтительны не темных тонов. Именно такие можно найти в новой коллекции «Вон Вони» – дизайнера с российским прошлым и американским настоящим. Приобщаемся к моде, созданной по ту сторону Атлантики, на родине промо. Вот такая вот честь. Сам мастер поправляет меня перед тем, как у него показ, и его модели еще требуют неких поправок. Привет! Насколько бы ни была сейчас осень-зима коллекция, все равно она несет частичку лета. Как тебе это удается? Я очень люблю яркие цвета, и, может быть, поэтому всегда что-то там есть интересное. В прошлом сезоне ты меня удивил совершенно потрясающей техникой. Вырезал шифон? Да, с Атласом. Burnout. Burnout. В этом сезоне я тоже сделал… Давай подойдем, посмотрим. Вот эти ткани, которые были в прошлом году. Атлас, шифон. В этот сезон я создавал вот такой вот принт. Я делал вышивки в этом году. Сейчас покажу. Из наших таких новых тканей на сетке сделала вот такие вот вышивки. Ты счастлива? Конечно. Если модель улыбается не просто на подиуме, а до, она счастлива показать именно то произведение искусства, которое и выйдет, мне кажется, это очень большая оценка, потому что, ну, модели, они как же? Ну, ты их позвал, сделал кастинг, ну, заплатил, пошли, прошли, свернулись. А тут они у тебя все счастливы уже на бэкстейже. Кто объединяет твоих моделей? В этом году мы будем делать презентацию. У нас не будет подиум, не будет показа, они будут стоять. И мы решили вот сделать три группы, разные вот истории. И я выбрал там по группам, потому что в каждой группе будет человек шесть. Я просто так, как мы смотрели, как они подходят к истории, которую мы хотим рассказывать. Вот еще новая ткань, это тоже сетка, и мы сделали тут вышивку, все сделано с ниткой. Женственность по-прежнему, где-то даже кукольность, да, за счет таких бедер, рукавов. Кукольность есть еще немножко там женщины в любви. Вообще платье, как явление, это самая легкая вещь, которую можно надеть, и самая сложная, которую можно создать. Ты все-таки тяготеешь коротким, длинным. Длинное платье, длинное, пол, большие юбки. Окей, ну это мое, 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 мое. А мальчики плачут весь час, потому что они понимают, что ты для них ничего не делаешь. Будем. Дождутся ли? В скором будущем будем. Месседж на этот сезон. Твой личный, через твою одежду. Женщины в любви, настроение, вот, которое есть в людей, когда они влюбляются. Спасибо тебе большое. Спасибо вам большое, спасибо большое, что вы всегда приезжаете. Это был вам, Ванни, специально для Трэнди Лаб. Дизайнерские вещи, это, конечно, прекрасно. Но даже имея самое простое платье, можно обыграть его аксессуарами и произвести фурор. Это может быть оригинальное колье. Fascinator – ободок-очаровашка или эффектный клатч. Пара слов о том, как уместить в вечернюю сумочку все необходимое. Главный секрет – не брать лишнего. Есть обязательный минимум, можно обойтись им. Это мобильный телефон – связь все-таки нужна. Уже упомянутый пластырь, салфетки влажные и сухие, пара заколок-невидимок на случай, если придется поправить прическу, компактная пудра с зеркальцем и помада – поправить макияж. Между прочим, самый актуальный мейк на этот сезон – естественное свежее лицо плюс красные губы. Кстати, если накрасить губы, слегка коснуться их пудрой, тем самым закрепишь помаду. И поправлять ее можно будет реже. Мы желаем вам выглядеть настолько хорошо, чтобы это не беспокоило во время праздника. Наслаждайтесь впечатлениями. И не забывайте каждую неделю смотреть новый выпуск «Трендилаб». Тут много полезного и красивого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...